привет видео это посвящено проблеме уменьшения помех при использовании на прием на коротких длинных средних волнах антенн типа длинный луч антенны эти на многих формах называются чуть мусоросборниками эфирными и прочим надо просто правильно и готовить немалая часть помех наводится на оплетку кабеля которым подсоедина антенна к радиоприемнику нужно нам всего-то отделить токи текущие по внешней стороне оплетки кабеля от токов которые идут непосредственно от антенны от принятого сигнала для этого длинному лучу необходимо добавить всего-то ничего во-первых противовесы практически любой длины если речь идет именно о радиоприеме во вторых некое симметрирующее устройство и желательно согласующие самый простой вариант это наверное трансформатор гальван развязки высокочастотный баллон почти такая же конструкция как у радиолюбителей трансформатор 1к9 и 1к16 но с дополнительной обмоткой то есть кабель от антенны подключается к отдельной обмотке которая не контачит с полотном антенны за счет этого достигается дополнительная развязка и паразитные токи затекающие из плетки кабеля токи наведенные скажем так импульсными блоками питания или чем-то еще wi-fi роутерами на кабель ведь кабель мы пропускаем где-нибудь по углам в квартире и выводим через самые неказистые места где может быть много источников помех вот эти токи могут проникнуть туда только через емкость между обмотками а емкость между обмотками такого трансформатора можно сделать довольно маленькой за счет малого количества витков я покажу вам как сделать трансформатор 1к9 то есть входным сопротивление 450 тут нужно отдельную целую лекцию рассказать о входных импедансах антенны но опустим это просто покажу как это делается как это работает и что это дает я сделаю переключатель который будет переключать антенну из симметричного режима то есть с экранированной оплеткой кабеля от сигнала в несимметричный режим то есть оплетка кабеля будет подключена к противовесу мы посмотрим на то сколько шумов она хватает и так делаем согласующий симметриующий трансформатор для длинно-средне-коротковолновой антенны на прием что нам нужно парочка проводков пар проводов из ютп кабеля это кабель которым проводят компьютерные сети такие вот скруточки их там в таком кабеле от двух до четырех может больше конечно в дешевых кабелях две пары таких идут в кабелях чуть подороже в гигабитках 4 таком ферритовая трубочка или кольцо я буду мотать на трубке у меня лучшие результаты всегда получались на них такое колечко можно срезать с юсб шнура там она будет поменьше это например с вга кабеля такое утолщение сейчас принесу вот несчастный вга кабель вот в этом утолщении вокруг него стоит эта трубка конечно для того чтобы ее достать придется его разрезать увы начинаем берем эти две пары проводов и скручиваем их не могу сказать сколько скруток там на сантиметр просто чтобы они шли рядом получается конечно грубовато но ничего не поделаешь да и работа все равно будет извини паяльник скрутили наматываем нашу трубочку причем вот стольки витков двух в принципе моим приемником уже хватает я наверное в этом случае остановлюсь на двух витках вот так вот теперь расплетаем косички эти и теперь выбираем себе проводки я выберу допустим синий у меня пойдет в кабель который подключается к приемнику я скручу его заранее как бы отведу в сторону чтобы не его не заюзать случайно можно сделать виток скрутки так нет скручиваем синий он у нас пойдет к разъему на кабель через него будет идти сигнал на приемник это вторичная обмотка нашего ручей трансформатора а первичную мы сейчас соединим с трех последовательных проводов оставшихся как это будет выглядеть так вот у нас есть остались зеленый светло-зеленый бело-зеленый и бело-синий для наглядности сделаем вот так вот распушим их как павлиний хвост допустим в каком порядке получилось друг напротив друга чтобы стояли зеленый зеленый светло-синий светло-зеленый теперь соединяем их вот так вот хоп то есть скажем так первый отсюда ко второму отсюда второй отсюда к третьему отсюда скручиваем пока не соединяем это чтобы не запутаться скрутили эти концы мы сейчас соединим и спаяем а вот эти вот этими оставшимися хвостами будем подключаться к антенне суровый ножичек кухонный чем чем же еще конструировать электронику зачищаю контакты контакты в процессе зачистки куда-то уехали все нормально одну пару зачистил вторая пара скручена что тут у нас вот у нас два контактика будут спаяны я сейчас их спаяю прямо и эти зачистим с Синяя скруточка, как видите, идёт у нас на разъём, в кабель и к радиоприёмнику. Забудим контакты F-разъёма. Я у себя дома пользуюсь F-разъёмами в домашней антенне. Потому что они дешёвые, очень просто монтируются, и, что самое интересное, выдерживают 80 Вт проходящей мощности на частоте в 27 МГц. И до сих пор у меня за год не было с неё проблем. Вот так. С моей держалкой. Я её всё навису, так как это чисто демонстрационная такая штука. Пользоваться я её не буду. Если вы делаете такую вещь надолго, то, конечно, лучше заключить её в корпус какой-нибудь, особенно если будет висеть на улице. Залудим эти контактики. И я припаяю к ним. Припаяю к ним я крокодилов, наверное. Чтобы быстро зацепить за антенну. Вот они у меня крокодильчики. Получился у нас в итоге трансформатор ВЧ. Соотношением сопротивлений входа-выхода 9 к 1. И что самое любопытное, в нашем деле важное. С гальвана развязанной. То есть, входные и выходные цепи друг с другом электрически не контачат. Только через магнитное поле. Плюс, обратите внимание, здесь всего два витка. А это значит, что ёмкость между всеми вот этими проводами очень маленькая. И даже через неё токи асимметрии будут крайне малы. А это, в свою очередь, значит, что в нашем случае, если мы хотим слушать радио только через такой трансформатор, проникновение помех, наведённых на оплётку коаксиального кабеля, а коаксиал обычно прокидывает сами, понимаете, по всяким шахтам для проводов и прочим, по всяким углам, в которых валяются ещё силовые кабели. Вот, проникновение этих помех будет минимальным. Итак, я сделал трансформатор сам. А сейчас ещё подключу чисто в демонстрационных целях. Вот такой вот релеоп я сделал. Переключаю его, я вам покажу, насколько важно, вообще говоря, симметрировать антенну. Насколько больше помех будет на антенну в несимметричном включении. То есть, когда коаксиальный кабель ещё играет роль антенны на приём. То есть, это обычное реле. Я подключил пару проводков к контактам, которые замыкаются при подаче напряжения. И припаял длинный провод для того, чтобы провести от этого реле к себе в комнату, щёлкать его там. Вот, один контакт этого реле, который будет замыкаться. Я припаиваю к оплётке кабеля. Второй контакт, в принципе, к любому из вот этих вот крокодилов, так как трансформатор-то у нас симметричный. Может, такая вот похабненькая паечка сойдёт, ибо всё равно целью чисто демонстрационная. Итак, вот у нас трансформатор. Два витка всего с круткой. F-разъём. И наша щёлкалка. Сейчас я пойду его подключу к своей антенне, сильно не симметричной. Она имеет один длинный луч длиной в 20 метров. И пару лучей, где-то метра по 3,5, расходящихся вдоль стены. Подключу его к кабелю. Кабель уже подключен к радиоприёмнику. И на разных частотах я вам покажу, как сильно влияет асимметрия антенны на количество помех. Stay tuned. Итак, эксперимент. Или, как его ещё зовут, критерий истины. Сейчас я начну крутить настройку приёмника со средних волн. И на пустых участках, и на участках, где слышны радиостанции, я буду переключать релюшку, которая будет переводить антенну из симметричного режима в несимметричный. Грубовато вот так вот, но... Мне даже слышно, как она щёлкает, не знаю, как вам. Итак, погнали. Средние волны. Первый диапазон R36 M2. 1466 кГц. Какая-то вещалка. Слушаем. Симметричный режим работы антенны. А, да, вот она в телефоном. Симметричный. Несимметричный. Уровень сигнала подрос, но подрос уровень помех. Поехали дальше. Пустой участок. Средние волны. Начало. Симметричный режим. Несимметричный режим. Опять с трансформатором. С гальвано-развязкой. Без гальвано-развязки. Кот. Я тебе выдам писанное приглашение, когда запрыгнуть на стол. А, ладно, погнали дальше. Вот, ещё что-то. Симметрия. Несимметрия. Симметрия. Несимметрия. Симметрия. Несимметрия. 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 Симметрия. Несимметрия. Далее. Заскочим сразу куда-нибудь в любительский диапазон. Я переключусь на USB. Вот, слышно, какие-то сигналы. Попали. Ну, ладно, вот. Симметричный режим. Несимметричный режим. Симметрия. Несимметрия. Далее. Очень интересно, что это за... Горпомех тут такой. Ладно, пустой участок. Симметрия. Несимметрия. Поездная радиослез. Железная дорога в 8 километрах от нас. Симметрия. Несимметрия. Неизвестно, кто. Симметрия. Несимметрия. Ну, тут, видимо, уровень сигнала такой, что ОРУ и закрывает приемник, и разницы особо нет. Даже убавлю чувствовать месть. Перебрал, наверное. Тут тоже нет. Слышанной разницы, можно симметричным. Несимметричный сигнал ломовой. Даже не буду пытаться. Любительский участок. Симметрия. Несимметрия. Опять не видно разницы, но сигнал сильный. Пустой участок. Симметрия. Тоже нет разницы. Симметрия. Несимметрия. Попробуйте-ка на любимую усыну. 4-6-2-5. Жужжалку. Симметрия. Несимметрия. Симметрия. Несимметрия. Ну, опять же, ору. Что на частотах рядом? Вот пустая частота. Симметричная антенна. Несимметричная антенна. Симметричная. Несимметричная. И щавка. АМ. Приёмно-симметричная. Несимметричная антенна. Уже потонула. Симметричная. Несимметричная Симметричная Несимметричная Пойдемте куда-нибудь подальше по диапазону Ну вот, попробуем Симметрия Несимметрия Разницы почти нет здесь Пустой участок Сейчас много герц Симметрия Ну, видимо Наводок в этом диапазоне на кабеле здесь нет Ну, щелкнуть сразу далеко Куда-нибудь О, 10-460 Пиратов у нас не слышно Симметрия Тоже разницы нет Симметрия Симметрия Несимметрия Вот, видимо, что-то у нас здесь на кабеле создает нехилые наводки в этом диапазоне Рядом такая же картина Еще дальше Тишина Вот, 20 мегагерц частота 2818 Симметричная антенна Несимметрия Несимметричная О, как Здесь даже несимметричная почему-то Больше помех Дела А вот рядом Затем наоборот Картина 17-я Легит Симметричная Антенна Несимметричная Странный право В 20 мегагерцах Может, это, конечно Радиоприемник Уже подрастроилась Подрастроилась Контура Я бы не исключал Такое Может, какие-то резонансы В антенне Не совсем понятные Попробуем здесь Симметрия Несимметрия Даже тише Чудеса Да и только Устой 126 Симметрия Несимметрия Разницы нет Понятный сигнал На Вызывном Канале Сибири Интересные дела Кто-то не сучку поставил Симметрия Несимметрия Ну, мы действительно Добавили от шумов 735 Канал дальнобойщиков Симметрия Несимметрия Симметрия Несимметрия Ну, тут На таких высоких частотах Симметрирование Уже, видимо Это не особо эффективно И Емкость Межобмоточная Все-таки Дает о себе знать Поэтому Стоит Еще последовательно Включать Синфазный дроссель Ну, 30 МГц Симметрия Несимметрия Разницы нет Как мы видим Небольший эффект Достигается Где-то На средних волнах На длинных волнах От такого Трансформатора Ну вот Какая-то слабенькая станция Слушаем Несимметричную Несимметричную Отличную Симметрия Несимметрия 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 То есть Сейчас Перевод Вот такой Антенны С очень Короткими противовесами в несимметричный режим дает конечно же эффект еще прибавки сигнала потому что добавляется длина антенны в виде коаксиального кабеля корпуса приемника еще и электросети но туда же лезут помехи так что осторожны не симметрия стой участок симметричные антенны Вот собственно и все Наверное Прогнались по диапазону Посмотрели где подобные штучки Дрючки эффективны Для радиослушателей Лично я сделал вывод Что они Подобные трансформаторы с гальвано-развязкой С очень малым количеством витков Хорошо работают на ДВ И на средних волнах На КВ Емкость нежобноточная уже Играет значительную роль Поэтому для того чтобы применять его на КВ Нужно еще добавить синфазный дроссель На отдельном колечке Ну вот собственно и все что я хотел показать Спасибо за внимание Пока